Чувашский филиал Почты России в этом году откроет сортировочный центр, что поможет более оперативно доставлять адресатам письма и посылки. Речь об этом зашла сегодня на рабочей встрече главы региона и руководителя Республиканского управления Почтой связи. Какие перспективы открываются перед ведомством, узнавал Дмитрий Ковалев. В региональном филиале Почты России продолжают расширять свою сеть. До конца этого года планируют открыть отделение и в новых микрорайонах столицы. Третье отделение на Энгельсе, городское отделение, которое попало в формат отделения связи будущего. Под этот формат еще в этом году попадает и Константин Иванова, 18 отделение. На следующий год мы запланировали порядка 8 отделений связи. Получать услуги в шаговой доступности должны и жители сел. Муниципальные филиалы оптимизация не затронет, отметил Владимир Тимофеев. Порядка 23% у нас в летний период отделения связи являются убыточными. Но в то же время, наверное, мы и с Министерством связи, и политика Почты России сегодня такова, что не закрывать убыточные отделения связи, а за счет дефицитации именно с городских отделений связи. Сегодня мы поддерживаем вот эти убыточные отделения связи. Почта России продолжает идти в ногу со временем. Сейчас здесь активно развивают и банковские услуги. Развивают единую государственную систему для того, чтобы и селяне, и горожане, имея возможности коммуникации почты, работать уже на будущее, для того, чтобы в шаговой доступности, в открытой и доступной форме, в режиме онлайн, получали и банковские услуги, так скажем. Это практически Почтобанк, да? Да. Хороший проект. Около 100, что ли, сейчас? Сейчас 96. Да, почти 100. Приоритетная задача на ближайшие годы – модернизация сельских отделений. Многие из них работают в зданиях советской эпохи, и им требуется ремонт. И проработать, и как пилотный регион по новым вот этим продуктам, по новым направлениям, раз мы находимся теперь в десятке и праздновать будем 100-летие образования «Чувашки автономии», чтобы справиться с этой непростой, сложной задачей. В рабочем графике главы региона целый ряд официальных встреч. Сегодня Михаил Игнатьев принял и митрополита Варнаву. В процессах тех, которые сегодня есть, делаю, благое дело вместе с вами, вместе с нами, для того, чтобы общественно-политическая стабильная ситуация сохранялась на территории Чувашки, на территории Российской. А у нас те кто? Да. И у нас получается. В республике продолжают возрождать воскресные школы. Митрополит Варнава отметил, что эта работа приносит свои плоды. Сейчас молодежь особо нуждается в духовно-патриотическом воспитании. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.